Снова здарова, дамы и господа, связи Роман Канал Фрисен Геймс. Мы продолжаем с вами Звездные Войны Галактика Героев. Перерыв окончен и у нас Великая Арена наконец-то 5 на 5. Хотя я не знаю, наконец-то это хорошо или плохо. Тут как бы покажет время... времечко. В любом случае, это 44 сезон. Это будет основа, это будет тоха. Я не знаю, все ли боевки я смогу успею записать, но тем не менее. И по итогу, возможно между кругами, возможно по окончанию всей Великой Арены, запишем дневники Арены с какими-то выводами, наблюдениями и так далее. Кайбер 3 у нас без изменений. Соперник Мазда... что? Мазда Бласта? Интересно, конечно. Мясной мешок, короче, в соперниках у нас. По флоту у него сразу вижу Палач и на этом все, что меня радует. По персонажам у него раз-два-три легенды. Соперник какой-то разогревочный, походу попался. Давай попробуем его закрыть. Соответственно, нам это необходимо, потому что участвую в чемпионате. В каком-то там великом, видимо, рыцаре галактики. Там вот это вот все. Короче, не знаю. Тимошка пришел, сказал, ебать, ты теперь участник. Я такой, да? А что я могу еще на это ответить? Смотрим. Сразу видим, Малгуса есть. Вот это сразу есть. Вот это сразу есть. Вот это сразу есть. Ну, слушай, здесь есть в целом с чем потягаться. Давайте начнем. Раз соперник у нас разогревочный, то и бой у нас будет, соответственно, такого же формата. Возьмем вампу, наверное, да? Какие тут еще варианты? У меня драйдека, правда, в р5 немного напрягает. Но здесь нет никакого датакрона. Возьму я себе датакрон на... На, 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 на жирок, наверное, просто обычный. На жирок, защиту, оборону, чтобы можно было выстоять против драйдеки. Ну, драйдека в р5 это прям жестко, кстати. Она может меня наказать, на самом деле. Если будут ассисты постоянные, это будет прям совсем плохо. Если ассистов не будет, тогда еще поживем. Тогда еще поживем. Так, окей, B1 ходил первый. Тут так, тут, ага, все, окей, ладно, на тебе, раз. Все, понеслась. Пока потихоньку... Так, драйдека покатилась. Окей, пока ассистов нет. Это очень хорошо. Смотрим дальше. Ассистов нет, это тоже хорошо. Я кричу, как тварь. Оп, ассист пошел. Это уже плохо. Но я еще покричу, как тварь. Оп, ассист пошел. Это тоже плохо. Я еще кричу, как тварь. Я бью базовый. Так, все, сейчас магнат. Сейчас гривус. Хорошо, ассиста нет. Сейчас драйдека скоро должна разряжаться. Вопрос только разрядиться до-после. Давай, наверное, я сделаю еще раз. Вот так вот. Чтобы было во что разряжаться. Именно в бонусную защиту. Я еще покричу. Я умею кричать. Ой-ой-ой. А, слушай, ну что-то как-то слабо разрядилось, если честно. Обычная драйдека, если разряжается, то там хоть стой, хоть падай. А здесь что-то прям вообще никак. Ну хорошо, тогда B2 пока попина... Ой, уже все, закончились. Пинание. Тихо, 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 спокойно, спокойно. На. Да, нет, слушай, нормально. Нормально заходит. Еще кричу. Ага, ага, ага. Все. Так, сейчас драйдека отлетит. Я даже не буду ничего делать. И так отвалится. Примерно вот так. Хорошо. Грибуса не бей, Грибуса. Ах, ты ж мразь. Сейчас, кстати, он от массовки может отлететь. А, нет, уже не отлетит. Если бы B1 не прохилил, то... Грибус бы отлетел, скорее всего, от массовки. Информация не точная, но, я бы сказал, предположительная. Так и не выздоровел, нифига. Кашель какой-то непонятный. Так, я еще кричу. Дальше я делаю массовку. Забираю. Давай, контратака есть. Забираю сейчас атаку. Отлично. B1 имеется в виду. И немножечко Грибуса добираю. Все, хорошо. Тренировочный бой. Разминочный такой, так сказать, окончен. Так, хорошо. Думаем, что дальше. Для того, чтобы думать, что дальше, надо посмотреть, что у нас наверху. Я думаю, что легенд у него в защите, по идее, не должно быть. Потому что у него в целом дефицит. Секунду. Так, все, хорош прохлаждаться. Смотрим, что у нас наверху. В целом. В целом. Отстой. Отстой. Ну, ладно, еще ладно. Здесь. Здесь. Хорошо. Но я думаю, что с этим мы в целом-то разберемся. Это вообще, по большому счету, не проблема. Давай тогда мы обратно вниз. Обратно вниз. Здесь, я думаю, что придется выпустить энное количество легенд. Я бы сюда пустил Гэса. Но Гэса я сюда побаиваюсь. Почему? Потому что здесь есть тварь, которая Малак. И здесь еще есть Датакрон, который наносит критический Датакрон. 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 Датакрон суммируется. Ну, тут они по атаке, конечно, прокачаются. Дай боже. Тогда смотри. Все-таки сюда залетит Палпатин. Палпатин, Палпатыч. И, наверное, залетит еще Ват. Только что-то я его не вижу. Куда он у меня делся? Ватыч, ты где? Ты где? Не прячься, дружище. Датакрон мне здесь никакой не нужен. В целом, без Датакрона мы здесь справимся. Как обычно. Вот. А далее уже, соответственно, будем посмотреть. Так. Окей. Сюда накидываю. Здесь, наверное, я накину для начала на Древона. Потому что Древон будет бить больно. Очень больно. Заберу у него криты, чтобы у него атака не суммировалась. Хоть нифига себе, Малку сбахнул. Нехило. Но я не посмотрел, у меня там модули все на месте. Но должно быть на месте. Так. Прохилить я его сейчас не смогу. Поэтому тратить зря не буду. Теперь я его прохилить тем более не смогу. Ну, ладно. Сам виноват. Ага. Где мой антистресс? И заодно, чтобы руку можно было чем-то занять. А то опять начнет к лицу приставать. Хорошо. Отлично. Давайте, давайте, давайте. Давайте. Бейте, ребятки. Бейте, 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 бейте. Бейте, бейте. Сейчас у меня уже должна быть ульта. Я, наверное, сделаю перевязку, чтобы избавиться от Малака. Потому что Малак, он очень крепкий гад. Тем более против Палпатина, который против темных, ну, вообще ничего не представляет. То есть он только ультой может плескануть. А так базовые атаки у него не кокущие. Ай-яй-яй. Вот это сейчас боль была. Но опять же он откатил не ульту. Он откатил восстановление защиты. Ульта у меня на месте. Ага. 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 Смотри, как красиво умею. Отлично. Так, здесь кого вижу? Давай я вяжу тебя. Вяжу Древона. А убирать, убирать, убирать буду Басю. На, держи. Спасибо. Не, ну здесь нормально. Здесь, считай, мы тоже закрываем. Я просто, когда зашел сюда, я уже думал о том, кем я пойду закрывать Омикрон Квая. Вообще, по идее, можно было бы завалиться... О, у меня уже ульта готова. Можно было бы завалиться зеркалом. Вот. Но я не уверен, что там что-то получится. Почему? Потому что мне надо обгонять по скоростям. Я могу взять Ки Адимунди. Для того, чтобы обогнать. Потому что Ки Адимунди дает плюс 30 скорости союзникам. Соответственно, я могу оказаться в плюсе. Вот. Но я в этом не уверен. А еще я не уверен в том, что у меня вообще есть Омикрон Квая в атаке. Я что-то не помню. Не посмотрел даже, что у меня там есть. Сейчас мы взглянем, кстати. Так. Давай-ка, подожди секунду. Посмотрел. Я, короче, нет у меня... Кого? Омикрон Квая у меня нет. То есть, если я сейчас Галактическую Республику открываю, то у меня здесь как бы, извините меня. Есть варианты за Сревана зайти. Это может получиться, а может и не получиться. Есть варианты за любую абсолютно легенду. Есть варианты зайти за Гесса. Есть за Древан Пак. Древан Пак. Древан Пак. И так, и сяк. Блин, наверное, я все-таки за Малгуса сюда завалюсь. Подожди, нет, за Гесса. За Гесса все-таки. Бляха, Гесс тоже ведь хорош. Может, все-таки за Малгуса? Малгус тут нормально может поднадосрать. Правда, и ударить может больно вот этот дятел. Но, по идее, если я успею накинуть страх, то все будет ок. Сомнения, сомнения, ситхи, возмездие. Так, подожди. То, что с обороны, я пока не использую. Я, наверное, возьму вот это, где критический урон и возмездие. Хорошо. Давай, давай, разъебем всю эту канитель. И, соответственно, пойдем двинемся дальше. Кто у нас там наверху? А, там Триумвират. Триумвират, вот это, кстати, страшно. Триумвират, это больно. Так, это Энакину откатываем всякое разное. Давай еще вот так сделаем. Вот сюда. Ага, что такое? Не получил ход? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Собака, тварь. Так тебе и надо, скотина. На тебе еще по головушке. Находи еще сюда вот так. Отлично. На минус ты. И, соответственно, вот таким образом. Да, хорошо. Кстати, эффект мы вернулись. Если что, если кому-то для завоевания будет полезно. Хотя завоевание уже, скорее всего, закончилось. Хотя нет, не закончилось. Триумвират. Триумвират. Вот здесь будет больно. На самом деле, я сюда пущу и с ЛКР. Потому что здесь будет больно. Так, ты мне здесь не нужен. Я пойду вот таким составом. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел с ЛКР погулять. Жирка. Ему просто накину там. С атакой здоровья. Атака здоровья. Здоровье. Здоровье. Могу вообще просто кражу здоровья кинуть. Потому что здесь не столь в целом важно. Все равно справятся ребятушки. А это последняя пачка. Дальше открываем мы зад. Смотрим, что у него позади стоит. И делаем уже определенные выводы. В целом, я не вижу пока сложностей в закрытии. Единственное, где у меня могут быть сложности, это флот. Но флот это наше любимое. Это, соответственно, никаких призывов. И все пошло по свезде, как положено. Так, сюда я дам стан, который не снимается. Поэтому очень хорошо мне это нравится. Ты давай не лезь. Лучше сюда. Ага. Блин, это снимается. Этот стан ему нельзя сопротивляться. Но его можно снять. Ну давай все равно просто вот так вот хотя бы разочек. Ну просто чтобы... Чтобы как-то для приличия, я не знаю. На изоляцию сюда. Здесь, естественно, массовку. Хотя, кстати, не очень удачная массовка. Было бы интересно тех, кто в стане находится. Там мастерство выкачивается x2. Давай я избавлюсь от вот этого человечка. Ну что, он мне очень мешает. Так-то мне бы еще, конечно, избавиться от вот этой дамочки. Кстати, красный должен, по идее, отлететь. А может и не успеет. Погоди, погоди, погоди. Так, массовки тут будут. Массовка здесь. Одна массовка есть. Надо Сиона отправить в вечный стан. Откатил? Сможет? Сможет, не сможет. Нет, не смог. Ого! Хорошо, кстати, ударил крепко, качественно. Ну, логично. Я бы так же поступил. Так, давай сюда. Блин, ну его сейчас в вечный стан уже нет смысла скидывать. Да-да-да, я согласен с тобой. Ни одного призыва, потому что он в изоляции. Ну, ты тварь, конечно. Так, минус дамочка. Минус Саваж. Давай сюда вечный стан. На! Хорошо. Да, сразу в ульту пойдем. Да, это грязновато, но, блин, этот факт чисто зачистить, опять же, можно, наверное, с помощью МДК, с помощью млюка, вот каких-нибудь таких вот ребятушек. Там можно будет это все почище сделать. Но, кстати, можно было и зайти, вообще-то. Ладно. А здесь Иден Версио. Вот это, кстати, уже мощно. Жуки и Эвоки. Ну, слушай, деф на самом деле неплох, да? То есть, если вот так вот разбираться, сюда бы кем-то не зайдешь. Потому что много омикронов, много хороших пачек. За исключением мод мы здесь, она, конечно, слабовато выглядит на фоне всех остальных. Охотники. Успели, успели, успели ли ли детей обогнать? 317. 317. Вляха, 317, это очень много. Боск 310. Не, слушай, скоростные. Даже не буду пробовать. Следовательно, Среван, ты, 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 и мне еще кто-то нужен один. Асока, Асока. Она под МДК, скорее всего, пойдет. Хотя, может, кстати, и не зайти. Давай возьму сюда Шаак-Ти. Шаак-Ти. Датакрон какой-то нужен? Да, здесь где-то есть у меня датакрон на жесткое пробитие. Вот его-то я ее возьму. Сейчас буду пробивать просто как тварь. Значит, из сложных у меня получается и Денверсио, и из сложных остается, ну, мол, постольку-поскольку. С остальными вроде как проблем не должно быть. Опа, опа, опа. А вы чего это? Борзые, ребятки, да? Угу. Так, ну, я, наверное, дам вот так. Дальше сюда полетим. Сейвер у меня уже сработал, это плохо. Здесь я на Басю дам, потому что у меня Бася в Р7, она в любом случае помощнее был, чем с Реван. Сюда хорошо. Так, дальше полетели. Надо боска пробивать. В инвес мы не можем уйти, потому что Денгар собака-тварь. Но здесь, наверное, только если через призыв. Хотя, в теории, можно было и базовой обойтись. Блин, мне не нравится, что сейчас Боба будет бить ракетой. Мне бы ему как-то запрет. Бася! Бась! Да, на запрет это не очень похоже. Блин, он не дамагер. Он же не дамагер, его нельзя спрятать. А, кстати, не убило, хорошо. Это если дамагер, то его можно будет спрятать в инвес, а он поддержки. Я все время забываю, никак не могу привыкнуть к тому, что Йода это поддержка, несмотря на то, что бьет он просто как тварь сумасшедшая. Давай сюда. Блин, ну потеряли пару стягов. Здесь пару стягов, конечно, просрали. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Здесь мы смотрим. Ага, ага, ага. Пойдем иден-версию забирать. Вполне вероятно, что это я буду делать за товарища Гесса, наверное. За товарища Гесса. Где у меня? Пятьсот первое. У нас тут еще обороны накину немерено. Прямо сто семьдесят девять шестьдесят шесть. Почти сто восемьдесят процентов. И буду, соответственно, это все мероприятие разваливать потихоньку. Так, а почему у меня... Ага. Не надо. Больно. Давай, начнем подрубать крылышки, подрезать потихоньку. Допустим. Это не страшно. Здесь эхо выручит, опять же, эрк штурмовить. 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 Эрк штурмовик, конечно же. А кто-то из вас золотой. Вот ты, парниша. Иди-ка сюда. Как же это больно. О, еще и ошеломление. Кстати, странно, что с ошеломлением сработала контратака. Вообще не должна. Да прекрати. Вообще так-то в теории можно и саму иденверсию убить. А что-то у меня другие ребята вообще не ходят. Вот Гэс ходит, Рэкс ходит. А остальные, что, им особое приглашение надо или что? Или они ждут, когда Гэс сядет и всем дадут пизды? Антикрит. Ну какая же ты мрася. Не, почему у меня серьезно остальные не ходят? На них нет ни ошеломления, ничего. Что, 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 что? В чем проблема-то? Пацаны, у вас ШХ вообще не заливается, что ли? Эхо еще ни разу не ходил. На. Что, больно? Вот так вот. Блин, печальная история. Бьем в ошеломление, просто чтобы контратаку не словить. Здесь получаем провокацию, чтобы не потерять остальных. Блин, грязновато. Надо, наверное... Хотя за три в играт бы пошел, вряд ли получилось бы чище. За легенду, да, там бы чище получилось. Угу. Да пробейте уже его. Гэс. Хорошо. А Рекс сегодня сходит... Нет, Рекс не сходит, блин. Жаль. Потеряли четыре с тягом. Ну, это так-то много. Но не смертельно. Так, жуки и эвоки пока не трогаем. Кстати, эвоки с омикроном в великах, как бы... Редко, когда таких встретишь. Здесь... Мол. 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 Ну, я думаю, что здесь обязательно надо брать... Кеноби. Может взять Кеноби в хуевом составе? Да, не, ладно, возьму в нормальном составе. Какой смысл? Я мог бы туда два клона подкинуть, сохранить пачку Падмы. Но, опять же, с другой стороны, а зачем мне эта пачка Падмы? Мне ее куда потом засовывать? У меня еще есть млюк, которого я могу разделить. Опять же, млюка отдельно выделить. У меня еще есть... Есть у меня кто-то по-любому. Повстанцы у меня есть. Как бы тоже ничего. Ага, вот так. Давай сюда. Отлично, от Кандеруса избавились. Ну, мол, сейчас в любом случае на раздаче будет. Вопрос только, пробьет ли он доп. защиту. Не, Сасямба. Хорошо, это радует. Запреты пока ложатся. Там, по-моему, если свыше трех зарядов, то там не работают запреты, станы и прочая херня. Но пока еще можно. Так, дом защиты себе наращиваем. Сюда бьем очень больно. И понеслась, мол, раскидываем. Ага, ага, ага. Сюда ходи. Блин, ну ладно, давай вот так. Кстати, странно, что здесь есть ват. Вот как бы я не понимаю смысла. Зачем тут вообще ват? Когда ты ручками... Да нет, я не вижу смысла здесь, серьезно. Вата я здесь от вата не вижу никакого смысла. Ну, тут что есть, что его нету. Ну, как бы на кой хер он тут приснился вообще? Хорошо. Мне надо четыре пака забрать. Четыре пака забрать. Эвоки, эвоки. Будут много. Ходи там-трым-трым-трым-трым. Они не любят, они не любят призыв. Призыв, призыв. Точно, призыв. Старкиллер. Старкиллер, он дает своим иммунитет. Иммунитет к стану. Иммунитет к стану. Вот это будет, кстати, очень даже. Очень даже. Подожди, а сопротивление против стана здесь вообще работает? А сейчас его знаем. Это будет весело, если эвоки сейчас Старкиллеру напихают. Я просто охуею. На. Ой-ой-ой-ой-ой. Бедные михуилы. Ну ладно. Жуки. Жуки. Но это можно империи завалиться. Они все реликтовые. Поэтому Соло Вейдер может здесь и не справиться. Но опять же можно взять пак просто побольше. Типа вот так, вот так, вот так. И какого-нибудь пиета. Чтоб прям вообще разъеб был. По датакроном вообще лучше здесь на критический урон брать. То есть вот 41%. Ну, как-никак. Ну, всяко разно лучше, чем ничего. Потому что Вейдер все-таки это критический урон. Это дамаг. Это вот это вот все. Это про него история. Про дядю Вейдера. Так, смотри. Я делаю сюда. Я делаю... Сразу перехожу в грызню-грызню. Делаю массовку в санфака. Потому что он мне даст контратаку. А контратаки я не хочу получать. Они мне не нравятся. Ты куда ты пошел? Ты нахер, слышь? Собака, дикий тварь. Ой-ой-ой, как разваливаются-то. Ой-ой-ой, как разваливаются. А что за разъеб? Стан, дай. Отлично. Так, мне нужен траун. Мне нужен траун, чтобы сделать... А, тут уже защита восстановилась. Тогда сюда. Защиту на красном просто хотел восстановить. А там как бы, извини меня, хоп, и защита. Все нормально. Так, ладно. Ладно, ладно, шоколадно. Но все равно я не верю, что Вейдер бы в Соляново это все раскидал. У меня было больше контроля все-таки с ребятушками. Но здесь, смотри, сюда я закидываю... Триумвират. А что случилось? Что-то проглючило немного. Сюда я закидываю триумвират, при том в составе неполном. Ну, а какой смысл мне брать здесь полный состав? Вообще никакого смысла нет. Еще можно взять какой-нибудь... А, датакрон на воскрешение не взять, потому что низкие релики у Сиона и у Няхи. Блин, Сиона с Тяхой, что ли, реликов дать? Чуть побольше. Ну, там у меня есть датакрон на запрет на воскрешение. А что, подожди, а у меня что? Стой, 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 погоди, 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 стой, стой, стой! Остановитесь, остановитесь. Ага, короче, у меня, походу, запись проглючила... Здравствуйте. Картинка, смотри, не двигается. Картинка на ОБСке не... На блюстаке картинка не двигается, но слышишь по звукам? То есть война идет. Жесть, я умудрился поставить на автобой, сейчас я там воюю на автобой, надеюсь, что я победю. Это вот то, что ты сейчас видишь, оно у меня точно так же и есть. Кто-то умер. Это Сион, это опять Сион. Так, все, бой окончен. Все, бой окончен. Можно перезапускать блюстак. Вот это охереть не встать, вот это проглюк. То есть картинка, получается, зависла, но при этом всем дальше продолжала идти игра. Хорош, вот это, конечно, интересно. Я надеюсь, у меня первая половина сражения, первая половина видео, она не битая, потому что что у меня компьютер подзавис, подзалип. Ну-ка, дай посмотрю. Да-ха, у меня что-то первая половина даже не открывается. Ладно, ладно, но в любом случае это не твои проблемы, я с ними буду сам разруливаться, возможно, что-то получится, может, да винчи сожрет, проглотит то, что там имеется и выплюнет уже, соответственно, в нормальном эквиваленте. По стягам там непонятно, насколько мы забрали, но главное, что мы же забрали. Прикинь, если проиграли. Вот это я похудею килограмм на 10 сразу. Давай загружайся. Это виртуализация барахлит, то есть блюстак начинает в какой-то момент жрать какое-то количество ресурсов, видимо, слишком большое, и по итогу подвисает виртуализация виртуальная машина у, соответственно, винды. И, соответственно, сама винда начинает проглючивать. Ну-ка, давай посмотрим, забрали мы его. Забрали на какое-то количество стягов, это хорошо. Это хорошо. Плохо, что у меня не открывается первая половина баталии, вот это уже, конечно, беда. Но я думаю, что там в целом все нормально. Так, если ты в любом случае смотришь видос, значит все нормально. А втроем мы тут справимся? Бляха, давай рисковать. Поехали. Поехали втроем, будем заваливаться. Не, ну здесь рлюк, здесь млюк. Отшельник, ну, Отшельник как бы не легендарный персонаж, конечно. Ага, и зеленые кулаки, ну вы твари, конечно. Ну вы твари. Ой, вы твари. Вот этот умеет воскрешать. Подожди, давай сначала так. Ай-яй-яй, здесь массовка, тихо, надо забирать. Здесь массовка у Ленда. Здесь массовка тоже есть. У Лея массовки нет. Но может поднадосрать, кстати. Не, не успеет. Хорошо, допустим. Где-то немножко отыграли, чуть-чуть стягов. Так, поехали на флот. Картинка идет? Картинка идет, двигается. Это хорошо. Здесь я сразу пучину. А, это фу, блядь, я уж испугался, думал пучина. Нет, это не пучина. Сюда я заваливаюсь, естественно, своей пучиной. И здесь главное, чтобы были призывы. Потому что если не будет призывов, то это будет прям очень и очень плохо. Давай, призывы. Must have. Они здесь должны быть. Раз, два, три. Все, здесь хорошо. Поехали. Призывы должны быть. Должны быть призывы. Давай, игра. Не подведи меня. Не подведи меня. Потому что сегодня у Миши уже призывов не было с утра. Кто-то там пишет по шесть уклонений подряд. То есть, игра уже начинает чудить. Давай. Мало. Где еще призывы? Фух, ладно. Здесь мы пока справились. Нормально. Здесь пока нормально. Окей. Так, держи сюда. На. На. Вытягиваем. Блин, ну там же уже вроде был захват цели. Можно было этого и не делать. Здесь я дам массовку. Чтобы немного лезвия покоцать. Здесь я вырублю ему защиту. А, ну почему ни одного призыва? О, ему бы без защиты. Так бы сейчас напихали нормально. Вот и все. Здравствуйте. Я почему и говорю, что призывы это очень хорошо, это очень полезно, это очень надо. Но их почему-то никогда нет. Прячу. Вестника. Не, ну здесь победа, это понятно. Это прям 100%. Бляха, боба. Боба! Что ты тут забыл, дружище мой. Бляха, 98%. Ну, как же так-то, а? Сними с него всю эту гадость. Ай, 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 молодца. Вот это хорошо. На. Я очень радуюсь, что у соперника нет левиафана. Почему? Потому что последние новости, которые показывают, что левиафана еще подкачали, чему я рад. Потому что я изначально говорил, что левиафан должен быть имбой. Прям пипец жесткой. Вот. Но сейчас я не рад, потому что я его закрывать не смогу. Я его, ну, серьезно, а кем я его должен закрывать? У тебя есть варианты закрытия? У меня нет. Я более чем уверен, что я не смогу закрывать его. Отлично. На максимум. На максимум 71. Да. А дальше повстанцы. Ой, вот это прям вообще подарочек вкусненький. Повстанцы, повстанцы, повстанцы. Злорадство, либо переговорщик. Злорадство, либо переговорщик. Переговорщик будет на самом деле здесь почище. Почище должен быть. В теории. Ну, а, кстати, шутейка в комментариях хорошо зашла. Пишут, что UBTL до сих пор в двух звездах. Уже и левиафан, и все на свете. А UBTL все еще в двух звездах. Ну, ребят, ну, вот так получается. Блядь, мне аж немного стыдно стало. Ну, ладно. Такой позор я переживу. Вот это вот ты зачем сейчас сделал? Не надо было этого делать. Хотя, с другой стороны, он мне сейчас защиту сохранит. То есть я сниму просто отрицательные эффекты, и у него полностью восстановится... Будет полная защита. Что не может не радовать. Ай-яй-яй-яй. Это плохо. На. Пло. Мне нужен Пло. Вот таким образом. Отлично. Разгон. Держи. Держи. На еще. Так, кто там в призыв у тебя? Вот следующий ход будет давать массовку, 100%. Вот тебе и БТЛ в две звезды. Не выдержал, братан, натиска. Сейчас массовка полетит. Главное, чтобы бонусную защиту не сбил. А, подожди. Сейчас я добью его. Сейчас смотри. Раз. И добивочка. Хорошо, отлично, просто шикарно Вели, мать его, колебно Короче, разобрался я с этим видео Не давало мне никак покоя, все нормально, все работает Буду потом все это совместно Соединять, скрещивать Все будет хорошо Так, соперник у нас кто, я забыл Понятно Понятно, что ничего не понятно Здесь надо пробитие Максимальное пробитие Ну, может империю сюда пустить Я хрен знаю, от кого еще сюда можно подкинуть Типа так, типа вот так Типа вот так Вот так, вот так Они тут вдвоем должны, по идее, справиться нормально А я Таркина взял или Трауна? Вроде же Трауна, да? Хотя можно было попробовать, кстати, первым порядком А, ну Таркин тоже же быстрый Первый порядок быстрый Ай Ага Так Так Это у меня прохил, то есть здесь я отхилю Да ладно, давай быстренько разберемся сейчас Вот так сделаем Опа Вот так еще сделаем Опа И вот так сделаем Оп Один стяг потеряли Один же стяг потеряли Один стяг потеряли, да Хорошо В целом закрытие Плюс-минус считаю удачным 1835 Я не знаю, насколько это много Хорошо это или плохо Время, собственно говоря, покажет Пока мы, наверное, пойдем немного на тоху Посмотрим, что там происходит Что мы там сможем сделать А ты подписывайся на YouTube-канал На Telegram-канал На Boosty Пиши лайки, ставь комментарии Большое спасибо, что посмотрел С тобой был Роман И да, внутри будет с нами Сила Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok